15 том книги «Открытым оком». Вопрос номер 2976. Тема «Община». По вашим разговорам, получается, что люди ходили много лет в храмы, окормлялись там, а потом вдруг прозрели, перестали ходить в настоящие храмы, а стали посещать какой-то простой, без купола и без креста дом. 15 том, узнали, что они до этого были неверующие. Не обольщение ли это простецов? Их совесть не судит за отступление от истинной кафолической церкви? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 16. Чтобы проверить, что пришедшие к свету люди были темными и не разумели пути Господня, достаточно без выбора опросить сто человек, выходящих от причастия в любом храме, и вы увидите непрорубную тьму. 17. Как им можно было что-то знать, если не учат батюшки? 18. В абсолютном большинстве священники мертвые духовно. Они жируют на грехах народа. Им чрезвычайно выгодно держать народ в преддверии ада, чтобы можно было снимать ясак с невежествующих и слепотствующих кормильцев. 18. Не можем же мы отвергнуть свидетельство тех, кто был там и теперь уже во свете Библии рассматривает и свою прежнюю жизнь и невежество. 19. Первые христиане не знали никаких куполов, колоколов, крестов на крыше. Им нужно было скрываться. Но сердца их горели огнем любви к Господу, и они повсюду свидетельствовали о любви Иисуса. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. 20. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев. 21. В церковь я начала ходить уже в престарелом возрасте. Раньше же ничего не знала о Боге, о Христе Иисусе, нашем Спасителе. Даже не знала о Святой Троице. 22. И вообще ничего не знала и не читала. Пойду в церковь, отстаю службу и ничего не пойму, что там читают и что поют. 23. Куплю свечу, поставлю, уплачешь деньги за здравие, за упокой, вот и все. 24. Я даже не знала, что там читали Псалтирь и Евангелие. После службы из церкви побегу за Сватьей. 24. Она раньше меня стала ходить в церковь, спросить, что там пели и что читали. А она от меня убегает. 25. Один раз все-таки догнала и спросила. Она ответила, что читать надо. 26. А когда я стала ходить в свою общину, узнала все, потом спросила, почему убегала от меня, ничего не хотела со мной поговорить. 27. Она ответила, что не хотела растерять благодать, что получила в церкви. 28. Вот как рассуждают верующие, что когда нужно проповедовать о Христе и объяснить, они убегают. 28. Как это все странно, но Господь не оставил меня. Он знал все намерение, мое хотение, все знать о Боге, и Он привел меня в эту общину. 29. Включила я радио и услышала проповедь Игнатия Тихоновича. И сразу набрала номер телефона и позвонила на радио Роса. 29. Он мне ответил, приходите на занятия и на все интересующие вас вопросы там ответим. 30. Я, конечно, в этот же день не пришла на занятия и сразу задала вопрос о крещении. Мне дали поручителей, и этим же летом я приняла Таинство Крещения 7 июля 1997 года. 31. И так я стала членом этой любимой общины, где братья и сестры лучше всякой родни. Встречаешь всех с радостью. Я благодарю Господа Бога нашего, что привел меня в эту общину. 31. Мы постоянно слушаем проповеди Игнатия Тихоновича и батюшку нашего Иакима и братьев наших. 32. После чтения псалмов проповедь. После чтения Евангелия проповедь. После службы, собрания и еще много поучительного всем нам рассказывают. 33. Нет сравнения ни с кем и ни с какой церковью, как у нас. Друг о друге все знаем. Кому нужна помощь, помогаем. 33. Как хорошо быть вместе с братьями и сестрами. Уже стало немощное. Я с 1931 года рождения. 34. Пришли братья Игорь Третьяков и Игорь Дыбунов и сделали ремонт. Побелили. 35. Я так благодарна нашим братьям за их помощь, которую оказали мне. 36. Два года назад я была прикована к постели. Не ходила. Кружилась голова. За мной ухаживала Раиса Николаевна Блинникова. 37. Целый месяц варила, стирала. Ходила я в магазин. Я очень благодарна ей за все доброе. 38. И приходили ко мне сестры и братья. И лежала в больнице. Все посещали меня. Даже приходил Игнатий Тихонович. Выбрал время. 39. Я очень благодарна нашей общине, что не забывают меня и всех остальных, нуждающихся в помощи. 39. А когда умерла моя сестра Ксения, то меня не бросили ни днем, ни ночью. Пришли братья и сестры и всю ночь читали псалтирь. 40. А утром приехал батюшка наш Иаким с Потеряевки. И приходили все певцы. Отслужили панихиду. И батюшка ездил даже на могилку. 41. Как было хорошо, когда все вместе, когда все дружно помогают. Я была очень счастлива за помощь братьев и сестер. 42. И что батюшка приехал и все сделал как надо. И все было прекрасно с Божьей помощью. 43. Да пошлет Господь Бог нашему любимому батюшке Игнатию Тихоновичу и всем нашим братьям и сестрам благополучия, здравия на многие лета. 44. А если бы не пришла в эту нашу общину, ничего бы этого не было. 44. Слава Богу за все. Ельникова Анна Кузьминична. Сверидова. 77. 31. 39. Псалом 70 стих 9. 45. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. 46. Псалом 70 стих 18. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже. 46. Доколе не возвещу силы Твоей роду сему, и всем грядущим могущества Твоего. 46. И до старости Вашей я тот же буду, и до седины Вашей я же буду носить Вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять Вас. 47. Евангелие от Луки, 2 глава, 36 стих. 48. Тут была также Анна, достигшая глубокой старости. 48. Преступно и вдвойне о завтрашнем не думать. 49. Что ждет, завысев злобы по весне, не думай, что самый лучший умник, всем нераскаянным приходится краснеть. 49. Жестокость порождает волчий вой, от жадности родится лишь рычание, ведь старость жнет, что сеял молодой, нередко нынешние завтрашнем кончали. 50. Кто промолчит о Божьей благодати, не высеет евангельские строки, ждать обращения душ с какой же стати, когда словам Христа все явно против. 51. Сегодняшнее под прицелом в завтра, кто будет жить в моих апартаментах и за столом моим, как я за партой, а на суде Бог выставит отметки. 52. С проглядом в будущее сеем неустанно, распахиваем словом целину, столб облачный руководит пусть станом, чтоб в горе легче проглотить слюну. 53. Что высеем делами и словами, оно не сгинуло, но зримо, плодоносно, не раз жалеть, что сразу не сломали, тысячекратно отрыгнулось после. 54. Не научил ли деток верить в Бога, бояться в муку вечную попасть, а завтра подтянуло раньше срока бессовестность горючую напасть. 55. Сегодня как-то вроде ничего еще сойдет, не вылезло наружу, но завтра нам дает под зад пинком, снимать начнет в жару и в холод стружку. 55. Пусть завтра не наступит, обойдет. Хочу и в сегодняшнем быть с Иисусом вместе. И если до сих пор, то было невдомек сознаться, что не зря толчет мой пестик. 56. 8 февраля 2006 года. Игнатий Лапкин.